Буквально вот эти вот сложности, а так больше ничего сложно. Подожди, а что? А, я вон ты сейчас ищешь. Хорошо, давай. Если что, мы там на столе валяем, тогда ищем. Белиться, голубиться. Немножко раздавили. Даже пока без коричневого. Вот этот цвет полностью нашвырять слякотно. Слякотно. Для того, чтобы потом взять тряпочку. У тебя будет похожая задача. И фигушкой тряпки распределить красочку, которую ты положишь. Не вытереть с толпа, а вот так распределить. Для этого нужно несколько слякотно накидать. Так что слякотней и вещества больше. Так, белила, взяла кадмий. Получился вот такой тепленький цветечек. И от линии горизонтика мягенько вложила более плотную красочку вот этой красноты. Дымчато, да? Смотри, как оно хорошенечко дымчато легло. Уложишь, 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 уложишь. Чуть приподнимешься. И мягенько-мягенько распределишь. Не вытрешь с холста. А только распределишь. Вот так, вот так. Вот такая будет мгла. Потом возьмешь на палец. Все тоже только чуть темнее. И в районе середины, там ровно посередине, есть вот этот геометричный момент. Смещена от центра башенка главная. Обозначишь башенку. Маленькие храмички устремились к центру. Обозначишь их. Вот таким образом создашь силуэты. Пока очень мутные и приблизительные. Очень мутные и приблизительные создашь силуэты. Возьмешь все тоже. Плюс коричневый. Темно. И так же пальцем деликатненько наберешь идею. Вот этой архитектуры. Старайся ее не выдвигать сильно. Смотришь, за середину зашла вот эта темнота. За середину, да? Значит, у тебя есть подсказка. За середину. Покажешь идею. Доберешь нужную темноту. Чуть-чуть обозначишь. Пока пальцем. Ты видишь, она вписывается одно в другое. И из-за этого вкусненько звучит. Ты согласна? От того, что она вписывается в краску, она вкусненько звучит. Пообозначаешь эти предметики. Вот такую мутацию. Ну, начнешь. Единственное, что здесь чуть-чуть теплее. Чуть-чуть теплее. Можно вот эту красноту. И тут интересный момент. Мы все это вешаем. Появляется идея отражения. Так, сейчас бирюзовинского подцепнем. Потом эту идею отражения мы перерубим нарочитой горизонталью. И можно даже вот так чуть-чуть суховатенько, творожисто. Легла плоскость воды. Смотри, элементарнейший ход. Один раз опустить все, все, что я туда нагнетал, рукой вниз и перегородить горизонталями. Здесь можно даже усилить светлость. И очень горизонтально. Очень. Логично. Лежит как родное. Так, а тоненькие кисточки у нас. Тоненькую кисточку. Чуть-чуть теплиночку. Вот этого света, который у нас. Хорошо, кстати, долго жило. Все правильно. И начнешь. Ну, можешь даже где-то облокачивать. Хоть даже и здесь. Потом затрешь тряпкой. И начнешь уточнять рисунок. В том числе уже кистью. Хорошо? Вот такие вот. Ну, сколько настроения уже, правда? Ну, а здесь потом перерубишь. Хорошо. Давай так. Здесь у нас тепленькое пятно. Да? Тепленькое. Ты сейчас видел, как рисуется архитектура, да? Жесткости, нежесткости. Помнишь вот эту историю, да? Она должна хоть немножко виднеться из-под твоих горизонталей. Ты горизонтальными все съела. Сохранить присутствие вертикалей. Вот этой повисшисти. Лежачая кисть. Ну, в общем-то, довольно ровно ты положила. Не все съедай. Смотри, вот я оставляю часть. И все. И у нас и отражение, и плоскость воды выражены. Правда? Хорошие, да, точки опоры какие-то, да, произошли. Даже если там чуть-чуть другой сюжет, ты все равно можешь уже этими точками опоры воспользоваться. Кроме этого, ты тоже это видела там. Вот такие проявления рисунка. Окошечки произошли? Нет. Ну, и здесь темноту дошвырять. Невенькая. Вот эти светики не разглядело чуть-чуть. То есть свет бьет из-под, вот оттуда, и только достает по макушечкам вот этих грани. Только по макушечкам. В общем, такая звонкость, да, есть у них? Ну, ты вообще положила правильно. Так, вот эта башеночка, колоколинка, тоже имеет акцентные проявления. Чуть-чуть, ой, чуть-чуть и темненького. Чуть-чуть подсунуть и темненького. Чуть-чуть подсунуть и темненького. Прямо вычерчиванием. А какими-то точечками. Немножко должно различимо быть именно его отражением. Ну, потом уже перегородить. Ну, дальник, я думаю, уже понятен, да? Что с дальником работать можно. Мутненькость с несколькими обостренностями. Так. Ну, шарик сделала большой. Хочется его чуть-чуть уменьшить. И, чтобы этот цвет был красивым, берем голубой, розовый, получился сиреневый. Плюс коричневый получился грязный цвет серебристого звучания. Вертикаль этого заборчика обязательно демонстрируем. Вертикаль. Можно за счет вот этой резьбы обойтись. Плюс коричневый получился грязный цвет. Сознательно рисую пальцем. Потому что палец дает жесткости и мутности одновременно. Тут же на раз, два, три. Здесь смугло. Смугло там, да? И оно собирает картину от края. То есть край перестает быть самодостаточным. То есть он теперь туда все отправляет. Положи, положи на место, где лежал. Вот здесь. И несколько звуков лежачего характера, которые демонстрируют, что это плоскость лежачая. Похожим образом выстроить и здесь. Ладно? Давай так. Вот так. Так. Продолжение следует... Пусть будет напряжение, ладно? Оно очень на передний план вытаскивает. Ну, по-моему, хорошо. Или еще что-нибудь хочешь там? Вообще шикарно. Спасибо. 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 Спасибо.